В этом году конференция «Земля Серафима Саровского» была направлена на духовное и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Школьникам и студентам показали видеоролик с фронтовыми кадрами, снимками победы над фашистскими захватчиками, рассказали о клириках Нижегородской епархии, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. В зале собрались и молодые, и представители более старших поколений. Эта конференция вносит свою роль в духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Она служит светлым целям борьбы за мир. По словам заместителя главы администрации по социальным вопросам Сергея Анипченко, сейчас в городе осталось 724 свидетеля войны, 30 из которых – непосредственные участники боевых действий. Главная задача подрастающего поколения – не потерять с ними связь и быть достойными их подвига. Участники конференции выступили с докладами на тему духовного воспитания молодежи и рассказали о важности культурных традиций. Игумен Никон подчеркнул, что души погибших бессмертны, а самое важное человеческое качество, которое помогло победить врага – любовь к родине и ближним. Духовной основой, я бы сказал, только что вы видели, является любовь. Любящее сердце может стать на защиту и маленькой родины, и большой родины, и любимого человека. На конференции обсудили деятельность патриотических организаций города, работы участников конкурса «Православный колумнист» и «Серафимовских детских чтений». Посмотрели видеоролики межрегионального проекта «Александр Невский». Песни военных лет для гостей исполнили солисты вокальной студии «Аллегра» и студенты Саровского физико-технического института. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.